Ипотечная программа 7-20-25 вызвала небывалый ажиотаж в Шимкенте. В числе подавших заявки оказались Акима районов, руководители управления, их заместители и родственники. Скандал разразился после публикации списка в социальных сетях. Просим вас провести заново конкурс 7-20-25 по государственной программе Нурлыжер. Как государственная программа, нужно при подаче заявлений иметь прописку в городе Шимкент. Необходимо аннулировать итоги конкурса, проходившего 11-15 апреля. Наказать виновных лиц вплоть до увольнения. В первую очередь начальника отдела управления жилья. Это где такое видели, чтобы целыми семьями, братья, сестры, жены попадали в списки. Генеральный директор, представители бизнеса. А если бы народ не потребовал списки, не проверил бы фамилии людей, то все тихо прошло бы. После общественного резонанса некоторые чиновники поспешили отозвать заявки на получение жилья. Но осадок, как говорится, остался. Сейчас идет разговор, что все забирают чиновники. Надо понимать, что они тоже граждане Казахстана. У них тоже есть права. Запретить им мы ничего не можем. Чтобы не участвовали, тоже не можем. На это у них есть право. Я считаю, что это ответственность каждого человека. Если они нарушат закон, то будут сняты с очереди и привлечены к ответственности. Журналистам пояснили, достоверность документов, кандидатов и списка будет рассматривать спецкомиссия. Проверка будет проходить в открытой форме. Участвовать не смогут и представители СМИ. Что касается руководителя управления жилья, до окончания проверки он будет временно отстранен от должности. Полный список уже опубликован. Заявки уже приняты. Теперь для проверки кандидатов мы создаем комиссию, чтобы все было честно. Также, чтобы не было разговоров, что на проверки повлияет руководство, мы временно освободили от должности руководителя нашего управления. На резонансный случай отреагировало Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Проведение конкурса среди госслужащих Министерство назвало отклонением от условий программы. На сегодняшний день мы направили запрос в Акимат города Шамкент по разъяснению причин. В целом мы хотим сказать, что жилье, которое строится за счет кредитных средств, оно должно в первую очередь, согласно условиям программы, реализовываться через Латбаса банк. То, что Акимат города Шамкент провел определенный конкурс среди госслужащих, а также именно передал этой квартиры в рамках программы 7.20.25, это является отклонением от условий программы. В данном случае мы предложили Акимату города пересмотреть свои решения в целом и привлечь к ответственности соответствующих виновных лиц. Инцидент взят на личный контроль главы ведомства КРБ Каускинбаева. Заявки на программу 7.20.25 принимали в Шамкенте с 11 по 15 апреля. За это время зарегистрировались 12 тысяч участников. Также в очереди на жилье уже стоят 20 тысяч госслужащих. По словам заместителя Акима, за последние три года жилье из них никто не получал. Диас Мусаев, Ламбик Саидов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар».